смотрите это это важно потому что еще раз ну переборел был момент когда не знал выключу это небольшая небольшая сергей дуберникова я сделал один фильм это только семейный фильм никогда не увидите это ее работа профессиональная работа вот это ее младшая сестра дарья александровна она в ней фотомодель вот пожалуйста что она зарядилась она в телевидении снимает параллельно со мной так вот эти две женщины вот их дети я считаю своими детьми даже и внуками я считаю я считаю своими сыновьями почему церковь специально крестил чтобы они стали рады для чего сказать завтра меня не будет завтра понятие относительно когда-то это случится я бы сказал следующее и вы должны это слышать забирайте два больших холодильника напитые семенами забирайте 500 уже нарезанных цветков вот завтра еще пойду резать вот тоже в себе на хату забирайте этот компьютер совсем содержимым и как ни в чем не бывало принимайте заказы а вас прошу вам уже ничего не надо вас и друзья родственники соседей больше обращаться не к кабу я кого давайте так и вот назвать узнали фирмы небольшая дискуссия была убирать и прикались на красивый вот они еще плюс вот этот запас для порядка 200 . я берем до науки вот я хочу денег потерял покажу еще собрали пока ковыряли пока были пока сушили пока все это делали хорошего заработок я только деньги выбрасывал рады или поздно должен быть звонок или от президента к дебе наук или от медицинского хозяйства или от медицинского хозяйства и высшего образования вот почему они сами к дебе не обратятся лишь об этом понятия не имеют это не сфера тут счастливый случай так вот я жду этот прийти друг волшебник так вот это покажем а я не жив все это должно продолжаться хотя бы потому что я привел пример вы видели эту дискуссию у себя доказали садоводство пожелезного значит там я ни при чем через канал вот эта фирма фирма знаменитая крупнейшая которая продает вот еще удивился а не только саженцы еще и семена и черники и друг друга я ни при чем дискуссия идет не только со мной сама по себе вот это спрашивает один другого значит у них это стоящие или нет то а без слова любопытно название фирмы есть я загляну я знаю их руководителя я его знаю 20 лет вот как говорится фирма медиков не вяжет все прекрасно я бы у них чередки больше мне надо расширяться вы думаете чем чем ближе к концу тем я медленнее работаю для наоборот надо что-то успеть я бы с удовольствием десяток чередков черешни бы выписал я не буду вам показывать не буду эту фирму позорить открывают эту фирму открывают черешни все те же как на сотнях других сайтов те же самые 23 самых ярких красивых ну почему если вы доходитесь белгородской области на границе с украиной то неужели вам трудно у себя сфотографировать черешни и как я выпишу черенки что ко мне придет да уже точно не то что на фотографии я буду фотографии вычет выбирал бы вот и чтобы мне прислали почему нет своих фотографий даже тут и вот я говорю ребята или не будет значит две мои племянницы юля и даша они должны продолжать как и чем не бывало потому что вот семья то большая до два человека поняли выражение надо чтобы девчата занимались как и чем не бывало принимали заказы рассылали и кормили этих детей вот это я к вам обращение то и от против обратился конца обращение поводу и тема она все тоже кстати сейчас прошел пустите меня на кухню горло горло петку сейчас берем и заткнула вот и вот и закончилась а 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 и а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он мне передал эти черенки... Сказал, это все мое богатство... Деньги отказывался брать... Я ему насильно... Я даже прекрасно помню, сколько... Четыре тысячи я ему за них отдал... Даже это помню... И... Все... Но этот источник закончился... Самое обидное, что это настоящий сад... Что это настоящая черешня... Что они 50 лет в Сибири... А вот та фирма... Почему-то показала нам фотографии... Из самых южных стран... Я уже начинаю думать... А есть у них черешневый сад... Потом еще кое-что копнем поглубже... Это очень важно... Я устал от людей слышать... Что... Ну сколько можно... Опять мы опять... Десятки лет... И ни одного дерева... Да что же это такое... Ну... Владимир... Еще один мой друг... Написал следующее... Оно просто меня проняло это письмо... Написано тогда... Когда я был в самом худшем состоянии... Понял... Спасибо... Пишет Владимир... Выздоравливай... Хорошее дело делаешь... Для народа... Для России... Не сдавайся... Ты с удачливой... Победанный сибиряк... Да еще с полярных широт... Да еще с Украины... Вообще гремут сейчас вместе... Это точно... Точно... Шановные товарищи... Это... Не случайно у меня... Такая гремут сейчас вместе... Таких просто не взять... Не сдаются... И все тут... Подпись... Командир самолета... Десятикратный дед... С уважением... Владимир... Вот видите... Вот... Ну надо все равно... А... Нет... Еще... Сейчас я... Знаете как... Немножко... Проздоровью... Совсем чуть-чуть... Следующее письмо... А не от него... Другое... Надо все равно... Продолжать полоскание... Чтобы... Остатком микробов... Не дать возможность... Выжить... Ни раз... Один раз сотый... Полоснул... Первый день... И все... Вот... А у меня... Есть постулат... Инженера... Дело в том... Что... Что... Я правдный инженер... Настоящий... У меня... Эти... Полно... Документов... Так вот... Я сам себе... Придумал... Оправдание... Не... Лечиться... Ну... Фактически... Не лечился... Только... Когда меня ругали... Говорю... Сейчас... Сейчас... Бегу в аптеку... Ага... Сейчас побежал... Вот... Так вот... Я придумал следующее... Каждую весну... И каждую осень... Происходит... Профилактическое обострение... Профилактика... Бронхов... Вот... Дело в том... Что... Я... Понял... Год за годом... Весной... Обострение недели... Полторы... Осенью обострение... Весной... И так... Всю жизнь... Всю... Тогда я решил... Это не случайно... А если... Это запрограммировано... Тогда я подумал... Как очищаются... Бронхи... Наверное... Накапливается... Инфекция... Чаще всего... Это бывает... На... Переломе... Климата... Весна... Лето... Или... Осень... Зима... Так... К этому времени... Обязательно... Бронхи должны быть... Чистые... И здоровые... Что для этого надо? Надо их очистить... Первое... Это температура... Для того... Чтобы убить инфекцию... Которая там... Спокойно сидит... Как правило... Никого не трогает... Но... Человек не чувствует себя здоровым... Нет... Не так... Организм не чувствует себя здоровым... И тогда... Первое... Поднимается температура... Второе... Что такое очистка бронхи... Я почему сказал... Что я инженер... Я работал с гигантскими... Скорберами... С гигантскими... Фильтровальными... Машинами... Это значит... Что... Идет фильтрация... Я гидрометалл... Идет фильтрация... Сотен тысяч тонн... Не тонн... А... Кубов... Раствора... Наконец... Фильтровальная... Поверхность... Полностью... Забивается... Работать больше не может... С другой стороны... Или это... Гидроудар... Или это... Воздушный удар... Смотря какие скрубера... Вот... В любом случае... Обратный удар... Обратное... Поступление... Жидкости... Или воздуха... Очищает... То есть... Бах! Удар обратно... И... Это все убирается... Падает... Или там... Уносится... И тогда... Оно слово чистое... Я представил себе... Что такое кашель... Я... Терпеть ненавижу... Когда борется с температурой... И борется с кашлем... Есть таблетки от кашля... А кашель... Это как раз тот самый... Обратный удар... То есть... Сейчас с вами разговаривал... Инженер железа... И я сказал себе... Я вас не призываю лечиться... Бывает очень тяжело... Переносить самоострение... Очень тяжело... Но АДО... Пладывая... АДО... Происходит... Согласно программе организма... Впереди зима... А бродки должны быть чистыми... Температура... Значит... Обострение... И кашель... Как очистка бродков... Весе совсем содержимое... В помните... Есть кашель суховый... Кашель бокрый... Вот... Ну что хотел... Я сказал... Поэтому я не считаю... Эту заболезнь... Вот один из своих подарков... А у нас... Первый настоящий абрикос... Из косточек железа... Заметьте... Это не мне... Прислали отчет... Я тут ни при чем... Очень вкусные... И нормальные... По размеру... Раньше... Мало пока... Есть конечно... Очень мелкие дети... Такие абрикосы... Будем вырубать... Или переплевать... С момента схода... Прошло 8 лет... Я считаю... Это трех... Владимир Владимиров... Пост сегодняшний... Будет про... Подмосковный персик... Что логично... После поста... О подмосковном абрикосе... Да и когда еще... Как не в снежные... Зимние дни... Да саргировать... Поежим плодовым растениям... Так... Итак... У меня в Шадора... Тут 6 железовских персиков... И так... У меня в Саду... Растут... Железовских персиков... Хасанский... Медусинский... Подозреваю... Что сорта... Народная селекция... Да... Фактически... Такие... Два... Полносящих саргинса... 19-го года... И 4... 22-го года... Опыта... Выращивания персиков... Никогда... Не было... Поэтому... В 19-м году... Я купил исключительно... Попробовать... И распечатав... Посылку от железов... Увидел... Крохотные... 40-метровые саргинсы... Хвостики... Особых надежд... Опять же... Что-то... Нисколько не питал... Осенью этого же года... Ребята... Здесь... Буду на кухню... Я... Трудно разговариваю... Ну уж потерпите... Но... Лучше такого... Чем никакого... Садовода нет... Вот... Дальше... И так... Мне... Тут кое-что не нравится... Посадил 10-литровые ведра... Оставил замывать на улице... Вместе с саженцем абрикоса... В 20-м году... Пересадил 40-литровые горшки... Вот... Опять горшки... Где они прожили с 21-го года... За год саженцы в горшках... Неплохо доросли... Вместе с 22-м... Высадил грунт... На постоянку... Почему не сразу... Причем... Один персик посадил... Прямо на спортплощадку... В закладную... Земляную яму... Посреди песка и щебня... А второй... Неподалеку... В землю... Садовую... Рядом... С большим дубом... Только дуба его не хватало... И они тоже... На свире залезали плоды... Персик... На спортплощадке... Завис бросил... А вот тот... Что был посажен в землю... Несколько плодов дал... И таким образом... В летом 21-го года... Мы впервые попробовали... Узнали вкус... Подмосковного персика... Вот так вот... Конечно... Первое плодношение... Дало небольшие... По размеру плоды... Практически размеры... Большой абрикос... А в 20-м году... Оба персика... Внимание... Разродились неплохим вырожаем... Учитывая возраст... А размер ее с плодов... С 81 грамм... При заявленных железом... 40-50 грамм... Вы понимаете... Желез его обманул... Я сказал... Что будут мелкие... Оказались в 2 раза крупнее... Ура... Вот всегда бы так обманул... Да? В отличие от абрикосов... Персики... Ни разу... Ничего из болезней... Вредители не цепляли... Просто дают... Большие хаотичные... А как же... Ствол утолщается... Крадием медленно... И в персиках... На мой взгляд... Все-таки присутствует... Периодичность... Опять же... В сравнении с абрикосом... После хорошего урожая... В 22-м году был... Достаточно скромный в этом... Ну... Что-то вы совсем... Нагость потеряли... Вам уже... Подавай... Каждый год... Большие урожаи... Да? Ладно... Я доволен... Вашим письмом... Еще мне вот это... Пришло... Значит... От кого... А по несообразию... Абрикоса Железова... Покоряет Европу... Реальный опыт... Значит... Я ни при чем... Это с экрана... Вот видите... Вот это вот... Цифры... Это я... Под аппаратом... Снимал с экрана... Как вам... Можно даже спутать... Да? Вот... С персиком... Согласитесь... Красота... Но это не все... Смотрим дальше... Это про них... Дело в том... Что у меня сейчас... К Людмиле... Будет разговор... Здравствуйте... Валерий Константинович... Это Людмила... Хочу поделиться с учителем... И попросить совета... Помните... Я писала про лучу... Перерожденный... Вдвойной абрикос... Я... Не помню... Не знаю... Как сдержать его... Помню... Была... Привита на абрикос... И там что-то переродилось... Почти все забыл... Людмила... По новой... Все... Все информацию... Все... Все козыри... Все карты на стол... Не знаю... Как держать его... Неуемное желание... Занять как можно... Больше пространства... Уже в диаметре... Восемь... Ой... Я только сейчас прочитал... Восемь метров... А ему... Четыре... Вот это... Да... А Луся... Перерожденный... Людмила... А вы что... Опять меня... Давид Спарта доводите? Давайте уже... Подождите... Спокойно... Восемь метров... За четыре... Так... Входа прилагаю... Кстати... Вот она входа... Правда... Видите... Как получилось... Она не ко мне... На прямой обращалась... Потому что... У моего друга... Павла... Значит... Павла... И... Господи... О... Старенька... Быстро... Павла... Это самое... Сейчас помню... Короче... У него... У него... Свой... Свой канал... И так далее... Рассетка... Рассетка... Так вот... Не мани... Не могу... Заставить... Расти вверх... Они в стороны... Все наоборот... Все стараются... Не давать... Расти вверх... Вот... Ай... Анекдот... Ну... Людмила... Прищипываю... Кончики... Горнатальных веток... А я за это... Обещал... Руки вам... Прищипнуть... Если это дальше пойдет... Боюсь... Что под собственной тяжестью... Большинство веток... Ражит на землю... Да и че все прислажаться... Что делать... Обрезать... Рука... Не поднимается... Это хорошо... До входа... Остатки урожая... Никому не разрешало... Сорвать априкосы... Только когда... Сами упадут... А плоды... Волшебной окраске... Девяносто... Сто грамм... Спасибо за чудо-серенки... Так вот... Сейчас будет такой разговор... Сейчас... Дальше другая тема пошла... Ага... Другая... Людмила... Кажется... Калининград... Вот... Кажется... Кажется... Это вы... Давайте вспоминать... Значит... Первый был факт... Я высылал вам или не вам... Потому что у меня нет памяти... А вдруг... Связь прекратилась... Вот... Кого вы сейчас обращались? Если бы мне не прислали вот это... Я бы даже и про это бы не знал... Вот... Про это бы не знал... И про это бы не знал... Что у вас проблемы... Вот... Под тяжестью плодов... На землю ложатся ветки... Вот... Горе... Горе... Так вот... Первый был случай... Веточки... Вишни... С генами черешни... Мне присылали... Вы... Не вы... Пятьдесят... Прислали фотографии... На одной получились... Уже не вишни... А черешни... Вы какая-то... Если это вы... Вы какая-то... Волшебница... Черешни... Крупная... Отборная черешня... Вместо вишни... А на другой фотографии... Наоборот... Вишни... Ну еще... Крупнее моих... Еще шикарнее... Вот... Это был один случай... Второй случай... Тоже вроде Калининград... Ну в тех краях... Вот... И вроде Людмила... Вы... И вот... Второй случай... Такой... На дереве... Висели... Мои... Веточки... Присали плодоносить... Получились плоды... 130 грамм... Я еще сказал... Я увольняюсь... Вспоминаю... Потому что... Вы меня обошли... Я... Больше 120 в руках... Не держал... Ну... По крайней мере... Те... Которые взвешены... Были больше... Но не взвешены... А тут... 130... Главное... Все дерево... В таких плодах было... Не то, что 1-2... Вот... Это второй случай... И теперь здрасте... Третий случай... Алыча... Перерожденный... Бродой абрикос... 90-100 грамм... Волшебная окраска... А? Вот три случая... Дойдитесь хотя бы в одном из этих случаев... Или два или три... Вы понимаете... И мне это очень важно... Я правда уже... У меня уходить в любом случае скоро... И важно... В этом году или через 5 лет... Все роду... Вы же мои... Как сказать... Вы мои руки... Вы мои струбет... Вы превращаете мои мысли в дела... А здесь... Что мы видим на фотографии? Вот... Что мы видим на фотографии? Я купил... Малищества... Неlean Source